Привет, друзья! Вот у меня в гостях дорогой гость. Это у нас Анна. Ну, по фамилии, по фамилии. Ну, скажи, как твоя фамилия знаменитая? Ворона. Ворона, Ворона. Слушайте, а я вам одну вещь сейчас скажу сразу для, как говорится, пока вы сообразите, о чём мы сейчас будем говорить, настроитесь. Очень интересно. Вот Анна у меня в райской группе. Я ей задам пару вопросов. Зачем она заплатила там такие бешеные деньги? Ну, для нас это бешеные деньги, 120 тысяч. И что она там делает? Это, во-первых, первый вопрос. Это уже секрет. Секрет, секрет. Подожди, подожди. А второе, я вам для хохма расскажу такую вещь, что значит человек... Ну, во-первых, деньги там идут на развитие школы. Это понятно, да? Вот. А теперь, слушайте, про ворону. Про ворону. Оказывается, ворона – это единственная птица, которая орлу садится на шею. Это, во-первых. Орёл поднимается, поднимается, а она, значит, садится ему на шею и начинает его клевать. Начинает клевать, клевать. Это есть, есть вот такое. Я где-то видел видео, про это рассказывали. Клюёт, клюёт, орёл поднимается, поднимается. Она не боится. Она единственная птица, ворона, которая орла не боится. А она его клюёт, клюёт, но орёл поднимается выше, выше, выше. И в конечном счёте поднимается так высоко, что вороне там воздуха уже не хватает, и она замертво падает. О, ты представляешь? Я замертво не упала, я пришла к вам. Ну, это я понимаю, но я же для юмора рассказываю. Чтобы увлечь внимание, дело в том, что вот ворона очень хорошая девочка, на самом деле. У неё есть интерес свой, почему она ко мне туда, и в райскую группу попала, почему она решила там, что я это очень... Ну, давай, ну, давай, скажи, почему. Интересовалась всегда психологией. Чуть громче говори, я в микрофон прям... Всегда интересовалась психологией, хотя абсолютно образование экономическое не в этой сфере. Да, она большой деятель, она большой деятель, между прочим. Как и многие, была самоучкой, перечитала тонну, тонну книг, за ночь могла просто прочесть книгу в захлёб. Потом понимала, что те методы и те практики, которые даются в книгах, почему-то у меня не срабатывают. А вот самое интересное, что вот эту картину, которая называется «Аквариум». Видите, там рыба. Моя любимая, одна из любимых работ. Она это сейчас взяла, поставила, давай, говорит, аквариум твой поставь, давай, поставили. Видите, там рыбки плавают, пузырьки воздуха, и там лицо оттуда смотрит через стекло на эти рыбки. Вот мы все сейчас как бы в аквариуме, и все смотрим через стекло, что же там сейчас будет. Ну-кась, ну-кась. И дальше, я, как говорится, дальше больше. Я пошла учиться в один из вузов государственных, российских, на факультет психологии. Это второе образование. Это уже третье образование. Третье образование, да. Но это меня не остановило. И судьба после того, как я прочла вашу книгу, так нас свела. И у меня стояли задачи. Конкретные задачи точечные, как говорится, из точки А в точку Б, чтобы Хасай Магомедович меня методом своего ключа привел. Соответственно, когда человек доходит до определенного развития, он понимает, что вопрос цены – это вопрос знаний. И сколько человек готов отдать, настолько он готов в своей жизни дальше идти и развиваться. И вот, собственно говоря, работает, ребят. Вот честно, работает. Нет, ну-ка, слушай, они подумают, рекламу делают, чтобы туда платили деньги и приходили. Да нет, 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 у меня закрытая группа. У вас же всегда очень много бесплатной информации. Зачем не всегда, а вообще, вообще очень много. Слушай, это не реклама. Я просто хочу вам объяснить, так разговор пошел. Хочу вам объяснить, потому что и многие вопросы задают. Я хочу попасть в райскую группу, хочу попасть в райскую группу. А что там, а что там. Это я приветствую. Но для этого надо, во-первых, выйти ко мне в WhatsApp или в Skype и короткая беседа, чтобы я понял, вам действительно это нужно или нет. Это первое. Второе. Как сейчас Анечка сказала, это никак не отключает нашу школу, где все бесплатно, и бесплатный ликбез, вы получаете то же самое. И вебинар у нас в четверг сейчас будет в 21 час потрясающий. Это все же есть. Это просто параллельно для тех, которые хотят индивидуальное сопровождение. Это немножко другое. Индивидуальное сопровождение. Вот Анечка регулярно ко мне приходит или в Skype, или пришла в гости, и задаете вопросы, которые у нее возникают по ходу. Ты проект там какой-то ведешь. Да, я сейчас веду один крупный проект. Громче говори, пожалуйста. Сейчас веду один крупный проект, скоро вы о нем узнаете. И думаю, что мы даже совместно с Хасаем Магомедовичем сможем осуществить мою давнюю мечту. Есть еще такой момент для многих людей, и это очень важно. Когда лежит информация в открытом доступе, и она бесплатна, например, в книге, в YouTube и так далее, люди почему-то либо смотрят сквозь уши, либо слушают непонятно как. Это у психологов, чтобы зарабатывать. Есть такая манера, то, что дано бесплатно, не ценится. Это неправда. Это неправда. Это неправда. Ценится, если человек умный. Если человек умный. Но, к сожалению, так получается, что... У меня, например, очень много в школе умных людей. Они понимают, что то, что я даю бесплатно, это уникально. Потому что они знают мою историю. Потому что, по крайней мере, большинство из них смотрели под видео в описании, чем я занимался всю жизнь. И поэтому у них есть отношения серьезные. А вот новичок, например, который вдруг видит бесплатный ликбез, который вообще не в курсе, с кем разговаривает, вообще. Конечно, он может подумать, да что он такие банально сега. Я же очень просто говорю о сложных вещах. Это в этом ты правила. Есть такой еще факт, небольшой нюанс. Когда человек платит свои, собственно, заработанные кровные деньги, он реально начинает заниматься. И он реально начинает выполнять те задачи, которые перед ним ставят. Ты понимаешь, дело в том, что у нас не у всех есть деньги такие. Кстати, я хочу сейчас цену этой группы еще поднять. Потому что, оказывается, есть люди. Вот сейчас ко мне звонил мужик. Да я сколько угодно. Ну, у нас же такое социальное расслоение. Ну, я говорю, ну, если сколько угодно, давай я тебе скажу. Ну, сейчас не буду говорить цену, чтобы смеха не было. А то он тоже сам испугается и убежит. Ну, я хочу поднять, да, конечно, потому что райская группа, это специальная группа, где у человека есть какой-то проект. Над чем он конкретно работает, работает, работает. Ну, чего-то ему не хватает. А может, даже спортсмен к Олимпийским играм готовится. Вот чувствует у себя потенциал большой, да. Вот работает, работает. Ну, чего-то не хватает. И я ему даю это. Ну, и для этого, ну, я-то трачу время, я его сопровождаю. Я ему отвечаю на вопросы. Он регулярно ко мне выходит. Да. Ну, это другое дело, конечно, немножко. Да. Ну, бог с ними с этой райской группой. Я просто хочу тебе один вопрос задать. Вот сейчас я там делал видео, и там я сказал, что перенаселение планеты. Ну, я смотрел, как с Караловым разговаривал бывший мэр Попов Гаврила Харитоновича. Сказал, что такое, есть такая вот проблема для людей, которые видят дальше своего носа. Я как понимаю, вот, допустим, все люди стали жить дольше. Стали здоровее, стали дольше жить не до 50-60, а стали жить до 70-80, до 100 лет. В конечном счете может быть перенаселение? Абсолютно. Абсолютно. Правильно. И вот есть люди, которые видят дальше своего носа, что планета может быть перенаселена. Они как раз и задались вот этим фактом. А что же будет? А что же будет? И поэтому началось вот это вот выступление вот этих вот швабов и прочих, которые создали вот этот вопрос. А то мне там пишут некоторые, даже не задумавшись сразу, это просто ерунда какая-то, никакого перенаселения не будет. Да вы знаете, что я вам хочу сказать? Надо же в тему сначала войти, хотя бы послушали бы, что Попов на эту тему говорил, что другой на эту тему говорил. А то мы привыкли эти пиндосы проклятые, эти пиндосы, все на кого-то сваливать, вместо того, что взять, просто поинтересоваться. Правильно? Да, у нас вообще проблема в ведомости людей. В ведомости, да. То есть, куда ветер подул, туда человек и пошел. А тетка даже написала, слушай, меня так это поразило, вы льете воду на мельницу тех, которые, ой, господи, господи, господи. Наверное, она за Путина и голосовала тогда первое. Ну, крикушество такое, не вникая в тему, сразу вот давая реплики такие, льете воду на мельницу. Давай-то поинтересуйся сначала, смотри дальше своего носа. Даже в Библии, потому что человечество не могло в свое время решить, как же быть Адам и Ева. В раю были? Ну, они же рожали детей. И если бы они все оставались в раю, так сказать, бессмертными. На веки вечные, в веки веков, как говорится. Да, на веки вечные, как бы они там все уместились в Эдеме-то. Поэтому в Библии этот вопрос логически решен. Адам с Евой совершили грех, грехопадение, и поэтому стали смертными. Там разрешено это противоречие, понимаете, в чем дело? Даже в Библии разрешено. А мы-то не понимаем, мы думаем, что они совершили грех только потому, что ослушались отца своего. Да, потому что змеи, когда спрашивают Еву, он ее соблазняет, съешь плод с древа познания, добра и зла. Она говорит, нельзя. А он говорит, а почему нельзя? Отец не велел. А знаешь, почему? А Ева спрашивает, а почему? А станете как он. Так он же и хотел, чтобы люди стали как он. По образу и подобию. По образу и подобию. Он же и хотел. Ну вот же в чем дело, понимаете? А вот это противоречие в Библии разрешено. Потому что перенаселение может быть, если все будут жить вечно. А почему все вечно жить не могут? А потому что есть тело, кроме души. Тело, тело же смертное, это материальное. Вот это противоречие в Библии разрешено. Вот этим мифом о грехопадении. На самом деле никакого грехопадения не было. Ну чем женщина виновата, что она родила ребенка? Да вы что, с ума сошли, что ли? Это же чудо уже. По сегодняшним меркам зачать, выносить и родить, это большое чудо. Грехопадение. Какое-то грехопадение. Ну что вы? У нас многие, да очень, такая-то тема аккуратная, да, у нас многие трактуют вообще изначальные вещи. Буквально, буквально. Не метафоры. Надо же понимать, что есть метафоры, образы, с помощью которых пытаются донести до людей какие-то сокровенные мысли. Но некоторые люди понимают буквально, да, конкретно. Например, конкретно понимают, что есть загробный рай. Конкретно понимают. А вот алкоголик, например, когда страдает утром от похмелья, он понимает, что он в аду находится. Оказывается, как говорил Христос, ад и рай внутри нас есть, да. Ну вот видите как. Ну я, по-моему, больше говорю, чем надо. Да, все-таки надо даме место для разговора. Ну-ка, давай, пожалуйста, скажи, что мы сейчас с тобой будем делать. Вот в следующем ролике я буду выступать и покажу индикатор напряжения. Потом я буду выступать, покажу ключевой стресс-тест. Да, раскрывать такие быстрые секреты познания себя. А вот Анечка, она пришла ко мне сегодня с вопросом. Она говорит, озарение по заказу дай мне. Я говорю, слушай, я же сто раз объяснял. Нет, 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 не знаю, вот у меня, говорит, проблема есть. Я говорю, есть проблема, да. Есть, уже нет. Да, и при этом она взяла, а не взяла и говорит, слушай, вот мне прием подходит лыжник, допустим. Я говорю, каждый должен. Причем, Анна мне начала с того, что надо дать на нашем проекте, мы же совместный проект там ведем, надо дать нам на совместном проекте такое действие, чтобы человек его взял, сделал. Всем, да? Да, всем. И сразу почувствовал взрывной эффект улучшения или решения своих вопросов. Я говорю, слушай, ну мы так и сделаем, мы же для этого проект делаем. Но сначала надо дать им индикатор напряжения, дать ключевой стресс-тест, чтобы они могли мерить свое состояние. И чтобы потом результат могли сравнить, как они раньше могли что-то делать или не могли. Потому что зуб болит, на стенку лезешь, а как зуб не болит, то вспомнить не можешь. Ну да, да, чтобы сравнивать. Ну, Аня что говорит? У меня, говорит, вопрос есть, говорит, как озарение по заказу? Вот у меня, говорит, есть вопрос один. Допустим, как? Ну, допустим. Ну, допустим, у Ани... Такой очень остро, один был вопрос. Ну да. Я говорю, тебе какой-то прием подходит? Она, да, лыжник, мне, говорит, так подходит. Я говорю, ну, там и продолжай думать об этом вопросе. Она говорит, как? Там же надо думать, говорит, о чем думается, как вы говорите. Я говорю, так это что и есть, думай, о чем думается. Если тебя этот вопрос волнует, так о нем и думай. Как его решить? Ищи выход. Правда, что ли? Я говорю, да. Она говорит, слушай, откуда вы такой умный? Я говорю, слушай, я всю жизнь на это положил, чтобы до этого дойти. Хасан Бугаминович, извините, перебью, но мне понравился ваш ответ, когда я сказала, какой же вы умный? Вы сказали, да, я умный. И вот это пример того, что с самооценкой у человека все в порядке. Ну, потому что я всю жизнь положил, чтобы понять. Оказывается, люди... Аня сказала мне, повторяю, что люди мыслят сегментарно. Да, да. Люди не могут образно выстраивать мышление. Мы все время, как в своей паре... Она книгу читала, а я ей сто раз это рассказывал. Рассказывал, да, и она, оказывается, не сопоставила прием лыжник с тем, чтобы размышлять, о чем думается, о чем думается, делать, что делается. Она не сопоставила с решением того вопроса, который ее волнует. Вот. Хасан Бугаминович, поэтому я пришла уже в эту группу закрытую на личную консультацию, потому что иногда все на поверхности, но надо разжевать. Это правда. Ну, вот, видишь, как интересно. Оно все хорошо, книги это чудесно и прекрасно, в них кладезь информации, но нет ничего проще, когда лично можно позвонить или приехать к вам и сказать, вот, надо вот так и вот так. И вот сколько же она будет у меня здесь? Ну уж, как говорится. Ну, тогда я приторможу подниматься выше, да? Ну, мы же шутники, мы любим юмор, поэтому смотрите, какая картина интересная. Да, это одна из самых моих любимых работ, повторюсь. Да, да. А унички головка-то, волосики-то черненькие, а личка-то беленькая, она такая красивенькая, а я такой седой. Ты помнишь эту песню? Мы просто с вами честно. Как боится седина моя твоего локана, ты еще моложе кажешься, когда я около... Помните, да? Если кто помнит эту песню, можем аплодировать Анечке. Ну, потому что черноволосая, беловица, красивая. Касаем Гаменьевич, можно еще один вопрос по поводу все-таки поз, да? Очень часто люди говорят, что те, кто сидят с крещенными руками, так, так, я не знаю, как закрываются. Не знаю, все вот информация не та, не то, не сю. Это те говорят, которые буквально мыслят. Они где-то прочитали, вот оказывается, это закрытая поза, и потом начинают всех учить, так не сиди, да глупости все это. Будьте естественнее. Мне нравится иногда, когда я говорю, вот так сидеть, вот голову вот так, вот иногда нравится, вот так, а другому нравится. А вот Сытников, Алеша, у меня ученик по ключу, который НЛП в СССР привез, у меня учился еще в Махачкале, отмет эту ключ. Да, кстати. Профессор, психолог, известнейший, который написал. Кармолодчик. Кармолодчик, да. А он когда сидит, он совершенно по-другому сидит. Мы с ним сидим, разговариваем, а он так как-то задумывается и голову поднимает, и как будто он с небом общается. Он так сидит, кому как нравится сидеть, понимаете. Главное, чтобы вы полезны были, чтобы из вас происходила польза для человека, чтобы человеку интересно было. Какая разница, как вы сидите? А то очень много людей сидят правильно, такую чушь умеют. Потому что с детства нас учили, это мы дети вот по советской войне. Лекальное мышление, лекальное поведение. Сел вот так, можно ли, нельзя, сел, встал, все по расписанию, спина ровно, никуда не наклоняйся, нигде не проявляйся. И у человека с возрастом получается... Трафаретное, шаблонное мышление, да. Которое очень мешает в нашей... Кстати, я тебе хочу сказать, после разгрузки, там, Шалтай-Болтай, или там, упражнение дирижера, или лыжник, там, человек потом сел. Я вот первый раз, когда сделал ключевые действия, еще много лет назад, я вдруг сел и как-то так свободно сел. Раньше я все время вот так сидел. Мне и в голову не приходило, что можно вот так сесть. Как-то вот расслаблено. А мне в голову не приходило это, потому что я делал так, как надо делать, а не так, как я... Как тело хотело. Как тело хотело. А почему я не чувствовал, как тело, почему я себя не слышал? Потому что был зажат. Зажат вот этими клише. А когда я снял эти клише с помощью упражнений ключа, я почувствовал, как мое тело. Чтобы себя слышать, нужно снимать нервный мышечный зажим. Спасибо тебе, Аня. Спасибо всем. Вам спасибо большое. Участникам школы Человек-будущего, Homo Futurus. Надеюсь, Анечка, ты придешь еще? Когда придешь? Примерно. Чтобы мы с тобой еще раз выступили. Я думаю, на следующей неделе. Ну ты скажешь, как твой проект в райской группе двигается? Я расскажу. Расскажу, ты молодец. Мы раскроем секреты. Давай, давай, пожалуйста, раскроем. Всем хорошего вечера. Или дня. Не знаю, кто нас везде смотрит. Да, всего доброго. Спасибо вам, друзья, за внимание. Всем здоровья и счастья. Любите друг друга. Будьте здоровы и счастливы. Ничего не бойтесь. Мы победим, когда мы вместе. Вместе мы сила. До встречи. Субтитры подогнал «Симон» и 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 «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон»» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон» и «Симон»» и «Симон» и «Симон»